Да не мните, яко прийдох, разорите закон, или пророки, не прийдох, разорите, но исполните. Аминь, Боблаго, льва, доди же треет небо и земля, и вода едино, или едино черта не прейдет от закона. Аминь, Боблаго, льва, доди же треет небо и земля, и вода едино, или едино черта не прейдет от закона. Аминь, Боблаго, льва, доди же треет небо и земля, и вода едино черта не прейдет от закона. Дорогие братья и сестры, мы слышали сегодня Евангелие. Кажется, непонятно, почему Господь исцелил слепого от рождения. И прежде спрашиваются, ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители. И по всей вероятности, это как раз, он говорит, и куда, и этот слепой тоже был тут. И он говорит, Господь отвечает, не согрешил ни он, ни родители. А это для того, чтобы славы Божьей было. И кажется, непонятно, что раз он слепой был, стыкается, не видел, куда идти. Сколько он, раз, намучился. И, раз, сколько, раз, было такое, чтобы прожил жизнь. И это для того, чтобы слава Божья проявилась. Но дело в том, что кажется нам, что если бы он был зрячим, то он, раз, было больше славы Божьей. Он, раз, все раз это жил, радовался и благодарил Бога. Но мы знаем очень много, что такое, раз, сколько мы пользуемся разными, раз, благами. Но мы не благодарим Бога. Мы считаем, что это он должен так. Все, мы, в этом земле. Так и здесь. Он тоже, кажется, был слеп, но слава Божья проявилась не то, что Господь исцелил его, что дал зрение, а то, что Господь дал зрение не только глаз, но и души. Потому что он увидел в лице Иисуса Христа Бога, который, говорится, и он увидел внутренним духом. Потому что начали, говорится, и он говорит, что ты, говорится, так вот, что тебе сделали так, вот это, вот это, не кто. Что же он, не кто такой вот. Почему? Потому что книжники всегда, не только исполняли закон по букве, но не по духу. Вот. Почему? Потому что они говорили, что кто тебя сделал, это было в субботу. Вот. Он что сделал, он грешный человек, потому что он нарушил субботу. А он, этот слепой, говорит, я не знаю, говорится, грешный, не грешный, грешника Господь не слышит. А он, говорится, праведный. Он доказывает, что действительно, потом Христос растет. Почему так? Потому что именно Господь сотворил шесть дней все мир, а седьмой, он отдыхает, по священописанию. Но надо понять, что почему так Христос только в субботу, имя народу, для того, чтобы раздразить их, этих книжников. Нет. Потому что шесть дней сделали, а седьмой, сказано, Господь отдыхает. Но он отдыхает, потому что он дал власть человекам, которые должны быть восполнить то, что, Родится, Родится, все. Он, Господь, Родится, дал им, ну, как даже сказал он после воскресенья, в первый день вечера. Вот Родится, что вы тоже можете сделать то, что я делал. Не только это, но и больше сил могу сделать. Вот, потому что если вы отвергнете себя, возьмете крест и последуете за Мною, то вы будете больше делать то, что я сделал. Но человек это не делал. Почему? Потому что, Родится, мы, Родится, все, как Родится, так, тоже призваны этим делать. Но мы боимся этого. Мы, Родится, не хотим. Смотрите, надо отвергнуться от себя. Вот. А мы любим себя. Поэтому Господь Иисус Христос, как самый совершенный человек, принимает на себя Бог, будучи Богом, принимает человечество. И Он, именно исполняет это, именно в субботный день, как выразится то, что Бог отдыхает. А Он делает то, что Бог поручил человекам, людям. Это очень важный момент. И вот, когда исцелил, то Родится, это действительно, это показало тем, что именно мы должны это делать. Потому что это очень важно. И, Родится, хочется еще обратить внимание, что, Родится, мы тоже так сами, Родится, что живем просто-напросто, как последствия все равно. Потому что не видим именно Божьих дел. Мы не видим Бога. Мы как-то, кажется, просто так, говорится, христиане, мы только по имени. А жизнь наша не этой. Вот это и этот слепой. И нам учит, что Господь хочет, каждый из нас, тоже исцелить от слепоты духовной, чтобы мы видели все это. Но только, говорится, только тогда поможет Господь исцелить, если мы будем отзываться на это исцеление. Потому что, смотрите, как получается. Если у нас все хорошо, все, раз, то добро, то мы, говорится, Господь милостивый, дает нам, говорится, и все необходимое для жизни. Но мы благодарим это Богу или нет? Мы забываем за это. Мы считаем, что это так должно быть. Но если мы не будем, говорится, именно всем благодарить Бога и не будем искать жизни вечной, тогда Господь, если посылает, именно нам чудо, маленькое чудо, чтобы мы... Но если мы это чудо не воспринимаем, вот потому что из-за своей такой, знаете, жестокости, за своими, так говорится, твердости, говорится, в покойнии. И мы, говорится, тогда, говорится, мы не слушаем этого. Дает потихонечку такой... Потому что мы заковырялись так, что не понимаем эту благодатью Святого Духа. Тогда Бог посылает именно такую твердость. Говорится, как сказано еще одним из таких учеников Христова, что Бог не дает именно нам, не дает нам, чтобы мы погибли. Он так, не дает, чтобы мы в этом существуем до доброте, говорится, достатке. Не забыли благодарить Бога и забыли о жизни вечной. Тогда Господь посылает именно так, чтобы или сокрушить сердце, или сокрушить кости. для того, чтобы человек именно встрепенулся, чтобы человек встал и встал на путь праведный, путь добра, благодарности, говорится, и мы тогда ищем Царство Небесное. Это очень важно. Так и этот был слеп. Он, говорится, смучился. Но через эту слепоту он дошел до того, что увидел Христа и видел и поклонился Ему. Так и нам. Необходимо, дорогие братья и сестры, прислушиваться немножко и быть такими, знаете, восприемлемыми, чтобы мы чувствовали вот всякое, всякое, маленькое доброе, маленькое, что ж, какое-то, веяние Духа Святого и отзывалися от Него. Потому что быть такими, знаете, жестокими, быть твердыми, какого-то, вот так, то это приносит туда нам именно страст, чтобы страстись. Вот. Какими-то в нашей жизни туда какой-то будет стресс, чтобы мы упомнились и стали на правильный путь жизни за все благодарить и искать Царство Небесное. Вот. Тогда так. Вот это слепой. Потому что, смотрите, это слепому говорит Русский так, что вот это кто? Оно, книжники, фарисеи говорят, это все, он тебе дал это самое, зрение, он грешный, потому что он нарушает субботу. Вот. А слепой прозрел уже и говорит, я знаю, что только Бог слушает вот, тех, тех, которые чеют Бога. Вот. Он грешник. Он не грешник, потому что грешник не может это сделать, чтобы дать зрение рожденным слепым. Он, это нет. Нет, они наши. И он, это слеп, а уже доказал этому, что книжникам, что он святой, потому что все видел вот так и так. Так что вот это, видите, очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы тоже видели во всем милость Божию. А Господь рядом с нами. Только мы из-за своего, знаете, косности не можем видеть это. А Господь хочет так, чтобы мы получили Дух Святой, приняли этот Дух. А мы, кажется, безчувствуем и, кажется, и ждем, когда нас не будет в страсти. В страсти или для сердца, или для косей. Вот. Тогда но Господь милостивый и хочет спасти каждого из нас. Вот. И этот, смотрите, слепой, потом Господь сам подошел к нему и спросил, а ты веришь в Бога? А кто он такой? А Господь говорит, он перед тобою и говорит, и говорит, с тобой. И тогда он поклонился этот слепой как Иисусу Христу как к Богу. вот. Вот. Это очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы прозрели тоже не не интересными своими очима, а очима именно души, сердца, чтобы мы видели во всем и старались и исполняли все то, что Господь от нас требует. Чтобы мы были не просто христианами, а теми, которые проповедовали бы, проповедовали, жили своим образом жизни, давали зрение тем, которые еще не верят. Так вот, видят ваши добрые дела и прославляют их, и прославляют эти дела в имя Божие. Вот это направлено причином. Но мы как-то, знаете, только живем так, только для себя, там все, а Господь хочет, чтобы мы подражали ему, как он, смотрите, жертвенную полюбил каждого из нас, человека, отдал за каждого жизнь свою. Так и мы должны именно так, не ради себя, а ради ближнего жить и делать добро. И тогда мы будем потихоньку начинаем исцеляться от слепоты душевной. Вот. Это очень важно. Поэтому и церковь и вспоминает этот момент именно в такие дни после воскресения Господа нашего Христа, чтобы мы задумали об этом и исцелять. Если мы не будем так, то Господь тогда будет наставлять нас именно другим путем. Но лучше нам, если мы сами захотим этого, а не будем это так пропислять. Будем молиться, чтобы Господь открыл нам очи души и чтобы мы стали на правильный путь жизни для истерения других, для того, чтобы просвещать другим. Как апостолу послал Бог, так и каждый из нас Он посылает, чтобы мы именно то, что сотворил Господь небо и земли, все, а мы вот эти творения приводили именно к гармонию с Богом и с жизнью всей живности. смотрите, когда Бог сотворил посвятил Адама и Еву в рай, то они не для того, чтобы просто там наслаждались, а они чтобы этот рай именно знаете возделывали дальше. Не зря сказано, что Адам назвал всем всей живности, имена ему, все сказал, посвятил так и Господь и нам, чтобы это мы делали, то на этой земле, чтобы то, что Господь дал, чтобы мы дальше делали и возделывали все для жизни. А мы можем наблюдать так, что сейчас эта земля сделана, то эту землю не возделывают, а что? А это грабят все уничтожают. Есть вода, нет, не надо копать дальше, дальше, и то, и то есть, и дальше, и дальше, Вот поэтому и так получается, что человек не делает то, что Господь нам дает, а мы по-своему делаем. Поэтому так и бывает у нас все идет кувырком. Поэтому будем давайте всему смотрите Серафим Саровский любил так приходил медведь страшный же медведь он приходил видеть этот медведь это маленького человечка и он пахнет и он не боялся его и он приходил и он Серафим Саровский давал ему хлеб и он пошел и потом снова с благодарностью приходил он послушный был таким он пришел понюхал и он так пахнет этот человечек так проявляет любовь такую и много таких есть примеров что не только а лев даже лев страшный он помогал помогал что святому ходил и хранил ослика а когда украли он поругал его и сказал что же ты так и так а он пошел и осиха вызвал поэтому какая гармония и вот господь так хочет чтобы мы с этим творением уходили в гармонию чтобы понимать их и он будет понимать нас а так все идет смотрите как все только на земле что-то мало нам мало нам мало мало и все поэтому все надо как-то все делать так чтобы было в гармонии потому что все Бога рассчитано все знает такое нам доброе а самое главное будем заботиться чтобы все чтобы наше зрение внутреннее было исцеленное чтобы мы увидели этого и прославляли Бога и чтобы люди будут видеть наши добрые дела и прославлять Бога Аминь Бога Бога Продолжение следует...